Это сейчас редукционизм. Редукционизм – это когда существует определенное научное достижение, еще принятая теория, на основании которой пытаются объяснять все, что не попадет, то есть весь мир, допустим. В качестве одной из таких теорий – это теория Дарвинского отбора, в частности, генетическая теория. Генетическая теория, в некой популярной версии, говорит, что внутри нас, внутри каждой клетки соматической, скрыт некий информационный конструкт, который для человека представлен в двух формах. Это в форме ДНК, находящейся в бедре клетки, и в форме кольцевой ДНК, которая находится в митохондриях. И он полностью нас описывает, задает нас целиком полностью. Как код какой-то, да? Да, код. То есть это то, что наш организм потом разворачивает. И когда мы находимся, и полагается, что информационный механизм, который задает сознание нашего тела, и всего, во всех нас, полностью этим генетическим кодом определяется, и ничего другого искать не стоит. Но если мы только внимательно посмотрим общеизвестные данные о геноме человека, допустим, мы сразу же видим здесь известные противоречия. А у нас успех в том, что мы в настоящем методе измерили, и можно сказать, что знаем, сколько он содержит. А содержит он 3,5, даже чуть меньше, миллиарда оснований. Это означает... Пару оснований. Да, да, пару оснований. Пару оснований. В этом смысле можно сказать, что различия между различными людьми может быть в два раза меньше, чем всего людей на планете. То есть Константин действительно мне предложил это в качестве аргумента, я сдохнулся, ведь это на самом деле так. У нас на Земле 6 миллиардов человек, даже больше. Это означает, что у каждого из нас есть свой полный генетический двойник. В среднем. Почему? Ну, потому что их, если 3 миллиарда у тебя оснований... Так комбинации различных-то... Ну, у чего? Просто он попадает, и все. Почему? 3 миллиарда оснований. Комбинации этих оснований, их там огромное количество. Ну, в каком смысле? И так же, что каждому основанию соответствует один человек? У тебя получается, да? Да, получается, что так. Нет, ты хочешь сказать, что они просто записаны в другом порядке? Ну, в разном порядке. Да, то есть слова-то те же самые, а записаны они в разном порядке. Ну, комбинации этих слов. То есть комбинации как бы больше, да? Ну, как вот в языке? Букв всего 33, а сказать можно не ограничить личного текста. Их как бы много. Ну вот, с точки зрения вот такого набора, грубо говоря, у нас есть наш кинетический двойник. Не в том смысле, что он у нас похож, а в том смысле, что он является биологический. То есть он, грубо говоря, информация о нем записана теми же самыми словами. Но, к сожалению, все еще хуже. Дело в том, что в настоящий момент принято думать, что большая часть нашего генома – это так называемая мусорная ДНК или темная ДНК. Это говорит нам о той простой причине, что белки, которые она кодирует, значит, занимают, то есть от общего размера ДНК состоит порядка полутора процентов всего лишь. Все остальное – ДНК, они функциональны. Ну, считается, что она мусорная. Некоторые говорят, что это кладбище всевозможных вирусов, которые зашли к нам в гости на минутку и прописали в нашем геномике. Верно их воспроизводим, воспроизводим и воспроизводим. Отчасти это предположение верное. Вот только что недавно группа американских исследований объявила о том, что они знают, как справиться с синдромом Дауна. Синдромом Дауна – это означает то, что 21-е хомосомы у человека, у некоторых людей, их не две, как полагается, быть, а три. В результате нарушается, поскольку она очень маленькая, а особь получается живучая достаточно, то есть жить может, а функционирует с большим трудом. Слабоумие, еще чего-то там. Называется все синдромом Дауна. Что они сделали, эти люди? Они нашли специальный ген, грубо говоря, то есть генетическую последовательность, которого женщина отвечает за то, что одна из хомосом, а у них их две, отключается. Работает только вторая. Но встроить ее никуда не удавалось. Они нашли в ней мусорный участок, его отрезали, оставили функционально, и она замечательным образом работает. Встроили ее, и она полностью отключает вот две 21-ю хомосому пока на культуру клеток. Верешь культуру клеток? То есть операции на людях не проводили? На людях еще нет, только на клеточную культуру из человека. То есть есть надежда на этом основании, что мы можем человеку, у которого три 21-х хомосомы, прописать то ли вирус, то ли дополнительный генетический материал, который выключит эту третью ненужную хомосому, и он будет вести себя абсолютно нормальным образом. Но мне это важно почему. Потому что здесь мы понимаем, что ДНК является мусорной. Большая часть. Вот. И, кроме того, есть еще многих много факторов. Но у нас есть же интуиция, что чем сложнее особь, да, какая-то, то тем больше информации о ней должно быть записано. Ведь, в самом деле, мы состоим из триллионных клеток, у нас каждая специализирована, каждый занимает свою работу, и, казалось бы, у человека должно быть много всякой информации. А есть они оба. Одна клетка живет простой растительной жизнью, ничего ей не нужен. Но вот опыт показывает, то есть измерение, что ее ДНК, то есть ее генетический материал, примерно в 220 раз больше, чем в ином человека. У сосны в 20 раз. И сложнее, что это значит. Да, да, да. То есть она получается в 220 раз. Значит, если длиннее, значит и сложнее. Да. То есть она должна не сложнее. А, она сложнее, она такая же. Ну, говорят, что просто там одни и те же участки многократно дублируются, что дули мусорные, ДНК там больше, ну и так далее. Но, тем не менее, у двух соседних видов, допустим, ну, например, вот возьмем всех высших рыб, понятно, что у них ДНК должно быть примерно одного размера, да? Ну. Но это не так, в 360 раз различается. То есть они не произошли не из одного, что ли, какой-то? Не, не произошли из одного, просто у них объем генетического материала у высших. А как так может быть? В 360 раз различаются разных видов. Откуда они наросли тогда эти цепочки? Да, у растений. Во сколько раз? У растений больше, чем в 6000. То есть ты просто проводишь гипотезу о вирусном происхождении мусорного ДНК? Нет, я хочу сказать, что есть определенного рода бросающиеся недостатки генетической теории. У млекопитающих в 4 раза. Ну да, если они произошли бы из одного, у никого там... Они может и не произошли бы... Предка, то у них должна была бы, по идее, как бы, длина ДНК, наверное, быть одинаково. Они зашли из одного, они могли эти участки увеличить, должно быть больше мусорной части и так далее. Но я просто хочу сказать, что объем информации... Не определяет качество. Объем информации, зашифрованный в ДНК получается, таким образом крайне незначительный. На сегодняшний день принято думать, что у человека что-то порядка 25 тысяч... То есть полезная информация, да, полезная информация. Да, которая нужна. И он сопровождается всевозможного рода мусором, вот этой темной ДНК, чего-либо еще. Я не понимаю, например, вот у моей морской свинки сложное встроенное поведение. Что отвечает за это сложное встроенное поведение? Ясно, что вроде бы, что эта информация не зашифрована генетически. Какие крыки ему издавать тогда, тогда ты и тогда? Ну, мне могу сказать, что я просто не знаю, может быть, ну там такие белки, которые заставляют его пищать, кричать и это... Я не понимаю, но, однако, есть почти полная уверенность, что о методе наследования информации мы почти ничего не знаем. То есть геном... То есть человеку нельзя редукцировать его геномом? Да, да, ни в коем случае, да, это само собой. То есть по всей видимости... А откуда еще информация с чего-то? Непонятно, совершенно непонятно. Важно хотя бы начать искать. То есть ты все пытаешься, как бы, очередной раз Бога вести? Почему Бога-то вести? Надо искать другой механизм какой-то. Ты же известный наш богослов. Да, я известный богослов. Надо искать другой механизм, где и как его поискать. Ну, ясно, что это не ДНК, не метоконриальная, не какая-либо еще. Вот из цифр, которые я привожу, мне кажется этим очень... Знаешь, что, согласно богословию, Бог вдыхает душу. Вот-вот-вот. Очень похоже на то, что на основании некоторых программ, некоторые простейшие операции строятся на основании ДНК. То есть тело, тело нашло. А потом в нее вдувается душа. Душа вдувается не только в человека, но и в обезьяну, и в морскую свинку, и так далее. Как она вдувается? Где эта душа хранится? Ведь, казалось бы, мы не так давно расшифровали геном человека. За что она отличает ее душу? Да, за что она отличает? Осталось только информационное поле. Да. Ставанскую и всех вот этих ребят. Вот-вот-вот. Ну, вот-вот, вот-вот. Это, ну, то, что они предлагают, это же не научно, поскольку. Ну, за что, получается, отличает эта душа? За все. За что? Да за все. Иди, ты пойми, на самом деле... Как ты отличишь то, что сделала ДНК, от того, что сделала душа? Ну, я могу понять, что сделала ДНК. Что? Ну, как? Ну, она почти ничего не сделала. Ну, ты же состоишь из нее, она же функционирует. То есть, организм функционирует. 25 тысяч генов. А если организм функционирует, значит... 25 тысяч генов. Там очень много интересных вещей возникло. А мне, знаешь, что они иногда всегда поражают? А зачем такое разнообразие людей? И почему люди не сделаны как одинаковые, как вот роботы? Ну, допустим, у всех одинаковое тело, одинаковые лица, одинаковые глаза. Все одинаковое. Не понятно. Если они закодированы в некий код. Мутация. Что? Так почему мутация? Если... В генах происходит некая мутация. Нет, ну, смотри... Которая не является летальной, но, тем не менее... Не, понятно, что... Отличает... Да, и понятно, что с точки зрения приспосабливаемости, наверное, вот это разнообразие внутривидовое, оно важно. Ну, как бы... Может быть, на определенном этапе какой-нибудь... Придумь какой-нибудь уже... Этот... Наиболее распространенный, правильный код. И потом его просто плодить. Он же плодит и в том числе и уродов, да, в этом разнообразии? Ну, это имеется объяснение в даминской теории свое. Она же пытается... Ускорить эту... Отбор... Не, просто твой Бог, который вдувает душу. Что он здесь делает? Это все как-то слегка нелепо, а не придумал как-то все более... Нет, я же не уверен, чем Бог. То есть, как раз, может быть, Бог, эта самая... То есть, душа, которая вдувается, она одинаковая. Я так как раз думаю, что мы душу в Бога вдуваем, конечно. То есть, выдуваем из себя, да, и дарим свою жизнь некому существу? Ну, важно пытаться искать. Я хочу сказать, важно пытаться искать. Был такой забавный эксперимент, где-то год назад было шум. Значит, похоже на то, что естинно где-то рядом. Я, да, я статью эту не читал, а читал Эбстер. Потому что никто из нее ссылки не дал. Наши какие-то исследователи... Потом я посмотрел по базе данных, у них много статей, то есть, они со степенями и все прочее. Проводили следующий дувацкий эксперимент. Дувацкий эксперимент состоял в следующем. Были пара крыс, которые совокуплялись. Зачинали новую крысу. А рядом крыса уже обучена, обучена ходить по лабиринту, и это убали голову. Она умирала. После этого крысенка выращивали и пытались снова обучать ходить по лабиринту. Мальчики, то есть самцы оказались чуть более глупее в среднем, а девочки были ужасно киромные. То есть, они уже как бы получаются эту информацию даже и знали. Хотя, может быть, я и ошибаюсь давно было. Он надел много шума, статью так это не достал. Но вот это было. То есть, люди взяли и проверили. Нет, ну вообще-то, что-то типа эмпатии, взаимочувствование такое же есть. То есть, люди, например, в определенном роде коллективе, например, могут чувствовать, ну, некоторого рода дух этого коллектива. Это нормально, на самом деле. И даже, да-да, что-то такое типа, вот, и Грегор. Это же тоже можно психологически это объяснить. Ну, вот, например, опять же, если мы вспоминаем, что-то как-то его забыли, да, вот эти все опыты. Хеллингеровский. Хеллингеровский, да. И он о том же и говорит, что вот в отсутствии человека, да, можно на его место встать и, как бы, вроде, они что-то знают. Да-да-да. А из какого поля информация черпается? Ну, поля, поля, это то же самое, редукционизм несчастный. Нет, нет, понятно. Мы сейчас, как бы, немножко занимаемся, как бы, такими околонаучными такими рассуждениями. У нас какие-то поля возникают и прочее. Единственное, что действительно есть проблемы, да, что человек, вроде, с нашей точки зрения, очень сложное существо. По сравнению даже взять с минералом там или с животным, да, и тем не менее, вот эта вот многосложность, она никак не может... С технической точки зрения очень похоже, что амеба действительно получает всю свою информацию из-за этого несчастного ДНК. Вот, поэтому она такая сложная. А с нами похоже, что существует еще какой-то метод... То есть мы подключаемся туда-то? Да. То есть мистики, которые говорят о том, что на самом деле мы существуем не в одном поле, то есть поле материального, а еще в поле духовного? Ну, по техническому у нас ничего нет, поэтому можно сказать, что вот есть внешний носитель, конструируемся по определенному роду закону, а потом на него сверху, с внешнего, точнее, некие носители есть, а потом... Типа мозг, да, а потом на него записывается информация. Да, в носителе, на него записывается информация, да. То есть получается, что возможно вот это вот развлечение генов и мемов, да, и то и другое, как бы, своего рода носитель некоторого рода человеческого, да, то есть в генах человеческое... Понимаешь, мемы же это совсем грустно. Мемы это такая штука, которую можно потрогать руками. Ну, например, там, мотив мелодии. Речь же идет не о мотиве мелодии. Не, я понимаю, ну, давайте подводим термины неудачные, может быть. Но речь идет о том, что есть некого рода культурные коды, да, где-то записаны непонятно где. Мемы это культурные коды чисто. А речь идет именно о наследовании какого-то рода функциональной информации. Не культурной. А какой информации? Потому что поединческой, психологической? Со своим сложным, прожденным звуковым аппаратом, большим количеством клейков, писков, визгов, сообщений, желаний, если что-то сообщить. Есть почти полная у меня убежденность, что это ее клейки и визги никаким образом нельзя объяснить из ее генома. Ну, то есть нельзя на основе стимулы реакции объяснить, да, на основе павловского алкоголя? Нет, она этому не обучается ни в коем случае. Она знает, что с самого начала. Перепределенных рефлексов не держит? Нет, нет, нет. Ты думаешь, нельзя, да? Нет, нету там. Ну, а слюна собаки у Павлова? Ну, безусловно, рефлексы есть. Рефлексы есть, но это не означает, что они каким-то образом не наследуются. Нет, просто тут сразу возникает, знаешь, как соображение. Оно, опять же, такое полнаучное, что может быть точно так же, как предметы, там, создают поля разные, да, там, электромагнитные и прочее, там, гравитационные поля, там. Точно так же, точно так же и живое создают вокруг себя поля. Определенного рода живое, допустим, твои морские свинки, они создают, это, свинящее поле, да, там. А люди создают человеческое поле. И, как бы, любой человек, естественно, находясь в этом поле, он, как бы, приобретает информацию из поля, из поля. Поле это, получается, тоже редукционистский такой механизм. Но мы, ты пойми, что наука иначе не может, да, она всегда пытается все многообразие свести к каким-то простым тезисам, иначе науку ее бессмысленно. Науку всегда пытается множество свести к простому. И вот, и как со всем этим делом жить? Сносится к простому. Ведь было же некое понимание, что когда, иллюзия такая, что когда открыли возбудительные болезни микроскопические, там, бактерии, допустим, была бы, все попытки все проблемы человека со здоровьем объяснить, бактерии, потом появились там прионы, вирусы, но стало ясно, что очень многие проблемы человека никак не связаны со здоровьем, а связаны с чем-то другим. А тебе не кажется, Игорь, вот еще такое замечание? Вот компьютер, очень сложное устройство, на самом деле, да, компьютер? Ну, как бы, ну, на программном уровне, там, программы, там, они несложные. Они, коды программ, как бы, да, и, как бы, их команды, как бы, они совершенно простые. Их, там, есть маленькие книжки, где описаны, какие могут быть коды у этих команд, как бы, да, их можно себе писать, и, там, они не займут, они меньше займут даже, чем динам человека. Тем не менее, поведение компьютера, да, вот, который работает, соответственно, с этим кодом, оно может многосложным быть. Ну, я не думаю. Не получается ли так, что, может быть, на самом деле, все-таки, вот эта простота, кажущаяся простота человеческого генома, она все-таки, это, не такая уж и простая? Не похоже. И, опять же, если берем человеческий язык, да, вот, человеческий язык выстроен, опять же, как бы, вот, с помощью кодов. Да, вот, у нас есть звуки, у нас, если говорить о речи, или есть буквы, если мы говорим о письме, да, но, тем не менее, как бы, из этих многих букв мы можем выстраивать сначала слова, потом предложения, и эти предложения мы можем выражать совершенно на очень, просто, знаете, фантастические смыслы, да, там, многосложные. Да. Литературные произведения, писать и прочее. А просто... Не получается так, что, в принципе, все устроено у нас так, что на основе вот каких-то простых вещей выстраивается то, к чему мы удивляемся, там, многосложные. Ну, может быть. Но это надежда. Нет, а у тебя получается так, что ты удивляешься многосложности... Так вот, так я удивляюсь многосложности живого существа, своего большого количества поколений клеток, и, видимо, такое количество генетической информации мало. Понятно, как, грубо говоря, набор клеток, то есть, грубо говоря, набор столов превращается в мыслящее существо. Это тоже непонятно, но это, в общем, самое большое, страшное, самое большое. Нет, ну, это был же какой-то там, это персонаж у Гоголя, по-моему, да, который удивлялся, как из букв составляются слова. Ну, наверное, так можно этому удивляться. Нет, так слово составить можно, но смысл. Ты можешь слово составить, но оно и будет бессмысленно. Нет. А смысл слова кто придаёт? Это всё понятно, но точно так же и здесь, как бы, есть определённого рода же механизм, по которому из этого года, по определённой цепочке выстраивается весь организм, тоже непроизвольно. Нет, понятно, нет, про организм это выстроился, то есть функционирование его физическое движение понятно. Там идёт репликация ДНК, там производятся белки и так далее, но они физические, вот, предметы. Эти предметы каким-то образом друг с другом функционируют. А как возникает то, что не является этим предметом, та же мысль? Я согласен с тем, что удивление здесь уместно, да, конечно же, и жизни всегда удивлялись, как бы, первым, одним из главных доводов за существование Бога во все времена было то, что существует человек, да, вот, что существует человек, да, вот, что существует человек, это в этом и состоит удивление. И удивляясь такой многосложности, да, а потом, как бы, смотря на то, как устроен мир, как бы, многосложно, да, и животное в нём, и планета, и прочее, как бы, наводило на мысль на то, что это всё не просто так, это не случайным образом, да, что всему этому есть некого рода создатели. Это всё понятно, и ваше удивление, это мне понятно, но почему, с другой стороны, как можно от удивления делать выводы о том, что те объяснение, которые нам предлагают, это несостоятельно, вот мне что поражает. Ну, кажется, вам кажется, слишком простыми они. Нет, они не простыми, они просто не находятся... Ну, может, больно различается количество информации у пшеницы или облуса от человека. Зачем у пшеницы такое количество ген? Да, с какой стати? Ну, можно сказать, что сбой такой произошёл, да. Ну, это, на самом деле, сбой-то у вас произошёл, у вас просто, как бы, это вот удивление миру, это, на самом деле, есть не что иное, как вот, начало... Как сбой, да. Нет, начало движения к Богу, да, вот, всякий раз, когда человек удивляется, у него других... Возможность ей что-то объяснить, как это, помолиться, как бы, у других подручнее. Нет, нет, есть другой способ, всякое удивление, это движение от Бога. Потому что тебе раньше, мир был бы, есть такой, как Он есть, и ты этому удивляешься. Нет, ну, разве Декарт не сказал нам уже и давно, он сказал, что человек машина, он разве этого не сказал? И разве это не так, на самом деле, это же так и машина. Машина, да машина, но он не меня... Подождите, она многосложная, подождите, многосложная, органическая машина. Конечно же, не механистического типа, да, там, там, не ролики и валики, ну, многосложная, она другая машина, другого типа. Но органическая машина, кто-то такой удивительный. Современные философы типа Делеза и Гватария, они говорят о том, что человек, да, точно так же, фабрика там, не знаю, там, производство, точно так же. Ну, а я и говорю, что это редукционизм, как раз. Пускай это редукционизм. Хорошо, фабрика хорошо, но мы паровозы ничего не видели, то они думают, что... Нет, 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 они видели компьютер, и теперь новая тема, что человек это компьютер. Что компьютер и человек это... И паровоз, там, разницы нет никакой между компьютером и паровозом. Понятно, разговор же ведь о чем идет? Разговор идет о том, что мы не сможем никогда до конца все это понять. Мы как бы не удивлялись многосложенности человека, у нас тут примеры конкретной сложности есть. Современная многосложенность у нас связана, допустим, с компьютером. Вот будем понимать человека по модели компьютера, там, а раньше, там, по модели паровоза, еще раньше, там, по модели каких-нибудь, там, и механических устройств, типа часов. Ну и что? Что нам? Мы каждый раз, на самом деле, будем наталкиваться на то, что нам не хватит средств для объяснения. Это принципиально не отличается, что... Из этого же нельзя выводы делать, что Бог это вдувает в нас душу. Как из этого? Вот как вот ты шаг этот сделал? Я же такого шага и не делал. Ну так, только что нам про богословие говоришь, что... Я хотел сказать, что это удивление, как раз, движение в моем смысле, чем богословие. И богословие говорит, что у тебя есть картина мира, и прими ее сердцем своем, поскольку такова вера. А когда ты этому факту удивляешься, это картина мира, движение назад, в другую сторону от Бога. Ну как же в другую сторону? Ты пытаешься искать истину. Да где же ты ее ищешь? В каком-то информационном пространстве? Может быть, лучше в Боге искать, чем в каких-то там вот этих трактатах Блаватской, да? Да почему в Блаватской? Такие сейчас Блаватские. Ну там, информационное пространство, там некое... Нет, я тебе хочу сказать, мы не понимали, как происходит наследственность в митохондриях. Теперь понимаем, знаем, что у них есть собственная митохондриальная ДНК. Здесь нет никакой ни Блаватской, никакой мистики. В общем, так же и здесь мы понимаем, что есть цепарадокс, что есть странный маленький размер активного генома на фоне очень большой сложности человеческого организма. Но это не означает, что мы будем говорить о Блаватской информационном поле. А мы будем искать эти источники в чем-то простом конференции. Игорь, для того, чтобы к этой теме подойти с другой стороны, вот мы имеем простую планетарную систему нашей Вселенной. И тем не менее наука, вот современная, мы уже это обсуждали, не может объяснить, почему она вот эта вот система стабильна. Да, не может. Хотя это вроде простая система, там нет никакого генома, там ничего такого особенного нет. То есть задачи трех тел не может решить, да? И много других всякого рода задач не может решить, которые более просты. Да. И ты удивляешься на самом деле, что как бы достигнув уровня генома, мы все равно ничего не можем объяснить, как мы... Нет, но надо все равно решать. Я-то про это говорю, что из того, что странным образом наша планетная система стабильна, совсем не следует, что из этого удивления надо переходить к какому-то Богу. Конечно, нет. Но нормальный богослов сразу перейдет к Богу. А я его думал. Объясняй, почему перейдет к Богу. Потому что если мы рациональными методами не можем объяснить стабильность Солнечной системы, да, и наука не может... Современный нет никак. Мы даже не пытаемся. Значит, это вещь мистическая. Бог как-то устроил именно так, что захотел. Понятно. И он не пытается. А я и не пытаюсь. Хотя есть в нашей стене тоже удивительные вещи, как мы это слово недавно открыли для себя. Конечно, я не задумывался. Что при солнечном затмении Луна примерно полностью закрывает солнечный диск. То есть они подобраны, их размеры Солнца, Земли, Луны подобраны таким образом. Но Бог все-таки эстетическое существует. Но не мог же он, чтобы там за края выходил и наоборот... То есть это совершенно, эта штука, она не функциональна. С другой стороны, трудно представить тебе такую ситуацию, чтобы Луна вот сидя, ты глядал на Солнце, сидя с Земли, и вот она тебе полностью ровненько так это диск закрывала. Еще раз говорю, Бог, еще раз говорю, Истер. И он сделал, устроил всю эстетическую. Да, и поэтому Земля еще к тому же очень красивая. Есть большое подозрение, что это сделано для того, чтобы, ну типа, ну дальше, что ли, аквариума. То есть некая... Нет, вы никогда не думали на самом деле, что это вот? Я беру, всякий раз, когда кушаю фрукты, овощи, всегда удивляюсь, почему они разные и вкусные. Это же тоже удивление вызывает. Не, ну на самом деле. Их очень много. И причем, заметьте, по мере того, как развивались знания Европы о других континентах, возникали новые какие-то виды фруктов, новые виды овощей. И все так удивительно, на самом деле. Их как бы все такие многие, и все они... То есть их можно есть. Да, их можно есть. Не все, не все можно есть. Игорь, неужели вот из этой целесообразности природы, как бы, не следует, что, как бы, доказательство сочетания Бога? Нет, это... Все для того, все на вокруг человека. Если, они не для человека устроены, они для того, чтобы свои плоды распространяли. Нет, Бог специально устроил Луну, чтобы она закрывала ровно столько Солнца, сколько надо. Вот это да. Он устроил Солнце, чтобы она... и зелень на таком расстоянии от Солнца, чтобы можно здесь жить. Чтобы была зима и лето, и мы могли бы выдержать температуру. Да. И вот это... Но это там тот фактор, это ладно. Если бы она была другая, человечество бы не возникло. Нет, ну это же как бы есть... А Луна-то это совершенно не функционально. Игорь, ну он же еще и эстет. Он устроил так эстетически, чтобы поэты восхваляли, смотря на Луну, пели, как бы, о богуществе Бога, о любви и прочее. А смотря на Солнце... То есть Бог оставил свои следы? Да, он оставил следы. И ты по ним должен дочистить. И мало того, что он оставил свои следы, он даже свой старый рваный кроссовок оставил. Я тебе могу сказать, что в геноме, возможно, его подпись. Понимаешь? Вот это мусорное счастье. Просто мы еще не можем... Его мыл. Мыл? Да. Куда писать, а где его искать, понимаешь? Да, это точно. И просто, если честно, на самом деле, как бы, наука, я подозреваю, что никогда не сможет так вот все тайны природу вот как бы распялить на столе за исследовательством, ее как бы и следить, и все понять. Я думаю, всегда будет место удивления, всегда будет место богословия в этом смысле, что Бог так все здорово устроил, удивительно, что вот так все происходит так, как происходит. Потому что, на самом деле, если вычислить, вот взять пустое пространство и вычислить вероятность того, что в этом пустом пространстве возникнет человек, то это будет просто невероятное событие. Понимаешь? Ну, ясно, что вот это... Очень много условий одновременно должно состоять. Да, вот это в любом случае всегда переходишь к Богу, да. Нет, это не я перехожу. Я просто... Папт нашего существования говорит, что эта возможность реализована. Нет, я вижу отчаяние... Мысляно мало. Конечно, отчаяние листов объясняется только единственным способом, что они, как бы, тоже видят Бога, да, ну, как слепые кроты, понимаешь, они тыкаются носом. Они, как бы, у ног Бога стоят, носом тыкаются, как бы, глаза... Я понюхаю твоего испорта. Это старый косовый. Да, это косовый. Нашли и понюхали. И все равно не верят Богу, и я, чтобы он просто так не знал. А косовый-то лежит и воняет. Да, это из этого разряда, да. То есть есть геном многосложный человек, еще сложнее устроенный, и, как бы, и... И не получается связать одно с другим, как бы, и Луна, вот, это эстетически устроенная. Нет, есть, наоборот, простой геном. И стабильность орбит планеты. Это же мы же только... Я же только перечисляю какие-то случайные факторы. Можно бесконечно сидеть и перечислять удивление, да, человеческое, которое в снизопамятных примерах существует. И тем не менее, Бог им все равно нет для этой истов. Да, да, да. А самое главное, для настоящего верующего человека, он и о стабильности планет не знает, и о затмении никогда не смотрел. А Бог для него все равно видит. Потому что икона потекла, понимаешь, и этого достаточно для простого человека. Потому что он помолился на икону, и случайным образом у него прошли какие-нибудь, там, не знаю, болезни, там, или что-то случилось, короче. Это да. И поэтому Бог есть, потому что как бы он на него влияет. Если на тебя что-то влияет, значит оно не может не быть, да. А то, что случаются случаи, это как бы... Понимаешь, в этом мире человек не может допустить, что случай случай случается. Но как это случайно, Солнце под... Диск Луны подобрался под диск Солнца. Это же не может быть случайно. Это кто-то взял как бы и настроил. Есть две версии. Есть версия, что инопланетяне пригнали Луну как космический корабль, но и специально сделали, конечно, так, чтобы было эстетически красиво. А есть версия, чтобы Бог постарался. Протоктанали ее, как правило. Да, да. А в свое время люди удивляются, а почему вот Солнце и Луна круглые? Это ведь на самом деле невероятно. Вот глыба какая-то летит где-то в пространстве. А почему она круглая? Не понимаешь, это что же удивление вызывало? Бог напрямиком. Бог, да. Сейчас мы уже не удивляемся этому, на самом деле, да? Знаю, зацепно, что не приблизительно круглая. Ну, тем не менее, смотришь на Солнце, оно кругленькое. Там, на Луну смотришь, оно кругленькое. Я бы тоже называл удивление бесконечное. И поэтому космос, это переводится в греческое, означает украшен. Да, это как бы вот нечто такое, а звезды какие красивые. Да, да, да. А сейчас мы на них уже не смотрим, потому что слезы здесь. Да мы уже их и не видим, а какое бывает небо голубое и красивое. А как где-то птички поют, а ручьи шелестят и проще. Процессы сосиски им поповедуют. Да. Кое птичка им поповедует. Все понимают, что это не так, а именно от Бога, да? Нет, а ты замечешь, что птички, когда он им проповедовать начал, они же замолчали. И пока он проповедовал, они где-то свои клювики тянули, и глазиками моргали, и не чирикали. И когда он их закончил, они все в радостном хоре начали чирикать, ему как бы своего рода аплодировать. Вот такое чудо, а ты не веришь в это. Представь себе, какие бывают вещи в мире. Да, 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 это тебе не цепарадокс, это хуже. А икона, например, потекла, это же вообще, не представь себе этого. А в некоторых номерах они на промышленной основе, это... Нет, обычно так, что если в соседнем монастыре икона потекла, то как бы ты думаешь, ну как так, вот у них что, у нас ты лучше, чем у нас? На следующий день, смотришь, и у нас потекла, понимаешь? Такого же не бывает. Это же, понимаешь, ты пойми на самом деле, это же конкуренция. Конкуренции все средства хорошие. За Бога. Нет, самое-то интересное другое. Люди вырезают иконы из журналов, вставляют какие-то рамки, и она начинает течь. И потом квартирка представляет уже собой такую, знаешь, странную такую, протекающую дыру. Интересно, я думаю, что уже скоро соберут человеческие пробирки. Да я уже думаю, на самом деле есть версия, что уже давно плодят людей. Ну так всегда бывает, что просто об этом, ну не афишируют этого. Уже давно есть искусственные люди. Они среди нас. Я тебе могу сказать, что есть уже версия, что среди нас инопланетяне. Ну, еще эти смс не берут. И они, эти инопланетяне, уже, по крайней мере, в правительстве Соединенных Штатах работают. И вот эти консультанты. Да, да. Причем они работают как бы по найму, то есть все знают, что они инопланетяне и прочее. Ну, все, коммунаты. Да, там РНТВ можно посмотреть, там, каждый день новая версия. Да, и просто они пытаются... На одной какой-то смс. Ну, просто понимаете, в чем суть дела? Люди как бы живут в мире, он кажется слишком простым. А так как есть РНТВ, оно показывает, что мир сложный. Что все загадочный. А самое главное, антикфир. Да, да, да. Загадки только увеличиваются. Он народу в издерновении своем решил считать неинтересными чудеса, которые может дневно показывать Бог. И поэтому начать взлетать собственное. Что там какие-то это звезды и луна там, собственно. Это же... И влюбляться. Надо же в какое-нибудь новое удивление. То, что можно пощупать, рядышком. И в своем-в-своем дневновении. Решил, решил освободить свои собственные.